Всем привет! С вами Металис Сокол и сегодняшний урок посвящен обработке волос. Сегодня мы будем наводить глянец для продажи фотографий на стоках. Вот у нас есть оригинал, совершенно растрепанные волосы. А вот результат, который получился после обработки. Приступим. Для начала необходимо избавиться от неровности в волосах. Для этого применим следующий алгоритм. Скопируем слой. Назовем его слой 2. Сделаем еще одну копию, назовем ее слой 1. Перейдем на слой 2. Сделаем небольшое разметие с помощью гауссовского блюра. Блюр. Гауссенблюр. Я заранее подобрал необходимый радиус. У меня он равняется 15. В зависимости от размера фотографий. Этот радиус может быть другим. Подобрать нужно такой радиус, чтобы размытие как бы забивало все неровности. И все это приходит с опытом сделать по глазу. Дальше мы переходим на слой 1. В меню Image выбираем Apply Image. Выбираем в качестве лейера. Выбираем слой 2. Который у нас внизу находится. Режим смешивания. Выбираем Add. Вот так вот здесь. Необходимо отметить галочку Invert. Нажимаем ОК. Далее нам слой номер 2 уже не нужен. Мы его удаляем. С помощью клавиши Backspace я это делаю. Слой 1 необходимо еще раз размыть. Далее это Filter, Blur, Гауссовский Blur, Гауссовский Blur. И предыдущее размытие было равнялось 15. Мы его делим на 3. Получается 5. Нажимаем ОК. После этого инвертируем слой с помощью Ctrl-I. Ctrl-I. Инвертируем. И накладываем режим наложения для этого слоя. Накладываем Linear Light. Волосы разгладились. С зажатой клавишей Alt нажимаем вот эту иконочку. Упс. Все, наш слой спрятался. После чего переходим на маску. То есть следим за тем, чтобы выбрана была маска. И белой кисточкой. Вот у нас белая кисточка, абсолютно белая. Мягкая кисточка с мягкими краями. Мы протираем. То есть делаем, выравниваем наши волосы. Протираем самые глубокие ямы. Самые глубокие прядки. Мы их сглаживаем таким способом. Если мы ошиблись, совершили какую-то ошибку, мы нажимаем клавишу X. И черным цветом возвращаемся по маске. Прокрашиваем этот участок. То есть возвращаем предыдущий вариант. Глинцевитость каких-нибудь предметов и объектов зависит от того, насколько велика граница между светлой и темной частью, чтобы волосы были блестящими. Этот прием исключительно художественный. И фотошоп перекочевал из живописи. С помощью CTRL-SHIFT-ALT-E. По-английски ИИ. Создается новый слой, который соединенные слои все вместе. Дальше назначаем этому слою режим наложения. Color Dodge. Color Dodge высветляет все участки. Нам не нужно, чтобы он влиял на все. Нам нужно только, чтобы он влиял конкретно на светлые участки. Слишком изменились цвета, поэтому немножко надо сделать деситуре. С помощью клавиши сочетания CTRL-U мы убираем Situation до минус 77. То есть это все делается на глаз. Следуем за тем, чтобы цвета не были слишком ярко выражены. С помощью зажатой клавиши Alt нажимаем иконочку Mask. И прячем слой под маской. Далее берем белую кисточку. Кисточка полностью белая. И проводим ей по светлым участкам. Пусть 5 я нажимаю в 50. Я немножко изменяю прозрачность кисти, чтобы влияние этой кисти было немножко поменьше. Чтобы не так сильно задевать. И прохожу по всем светлым участкам. Снова я нажимаю клавишу CTRL-U, сочетание CTRL-SHIFT-Alt-I. И назначаю этому слою режим наложения Multiply. Да, у нас здесь Multiply у нас здесь находится. С помощью вот этого бегунка я просто сделаю 41% прозрачности. Также прячу с помощью зажатой клавиши Alt прячу этот слой под маской. И с помощью белой кисти прохожу по темным участкам. Нажимаю клавишу 5, чтобы прозрачность кисти поравнялась 50. И прохожу по темным участкам. Тем самым создавая границу, усиливая границу между темным и светлым цветом. Это можно сделать с помощью кривых, увеличив контраст. То есть мы не рисуем что-то отдельно. Не создаем лишний объем. А берем уже из готовой фотографии. С помощью фильтра Gaussian Blur, фильтр, Blur, Gaussian Blur, радиус разбытия 25. Я размываю свою маску для получения более аккуратного результата. Также я на предыдущем слое выделяю маску. Снова повторяю фильтр. Gaussian Blur, Ctrl F. Что получилось? Слой, который мы применяли в Apply Image. Эта техника называется Inverted High Pass. Он предназначен для разглаживания теней. И сглаживания перехода между светлыми и темными участками. Как я уже говорил, он идеально подходит для разглаживания кожи. И убирания целлюлит. И очень хорошо подходит для выравнивания волос. Дальше у нас есть слой осветления. Назовем его Light. И есть слой затемнения. Назовем его Dark. То есть было и стало. Еще разок. Было и стало. Следующая операция. Это изменение вот этого цвета. Я использовал холодный фильтр. И сейчас в финале мне уже он не так нравится, так как он мне нравился во время съемок. Поэтому я хочу изменить немножко этот цвет. Но не влиять на темные участки, а влиять только на светлые участки. Для этого есть... Мы выбираем Curves. Curves. Следим за тем, чтобы у нас мышка стояла. Мышкой кликнули не на маске, а вот на этой иконочке. Далее, вот на этой пипеточке мы делаем дабл клик. Двойной клик мышкой. На светлом участке мы выбираем оттенок, который мы хотим... Который мы хотим залить. Предыдущий оттенок. Так. Ну, где-то так. Немножко посветлее делаю. Я жму ОК. Фотошоп меня спрашивает, сохранить ли цвета по умолчанию. Я соглашаюсь. Я нажимаю Yes. ОК. И следующая операция. Я перехожу на слой с маской. Вот сюда. И этой же пипеточке, вот она у нас сейчас выбрана. Я ткну в цвет, который я хочу заменить. Вот. Вся картинка приобрела такой интересный желтый оттенок. Нам не нужно, чтобы влияние распространялось на всю картинку. Поэтому я этот слой с маской инвертирую с помощью Ctrl-A и Ctrl-I. И дальше с помощью белой кисточки я беру кисточку. Мягкая кисточка. Я закрашиваю. Что еще? То есть сейчас я вижу, что слишком интенсивный такой оранжевый окрас. Приобрели волосы. Это можно вернуть назад, поменять в любой момент. То есть возвращаемся на наш слой. Слой с кривыми. Вместо масочки кликаем на иконочку слева. Делаем дабл-клик на пипятоку. И немножечко сделаем потемнее. Вот сюда вот ее задвинем. И немножко влево задвинем ее, чтобы интенсивность света была не такая большая. Жму ОК. Он мне снова спрашивает, сохранить ли как НЖМА и ЕС. Опять перехожу на маску и делаю все то же самое. Опять по пипетке и попадаю в нужный мне цвет. С помощью кисточки можно в этой маске горным или белым цветом также усилить или уменьшить влияние этого слоя на низлежащий слой. А это все. Финальный результат выглядит примерно вот таким вот образом. То есть от некоторых недостатков я не стал забавляться нарочно, а от некоторых по собственной лени. С вами был Виталий Сокол. Это был небольшой урок по наведению глянца на волосы. Всего доброго. До свидания.